Годовалые малыши жмутся к стене. Еще не привыкли к такому вниманию. В Барнаульский зоопарк их привезли на реабилитацию. Их сдуло с пути в Горном Алтае. Птицу оставил минут на 15-20, не беспокоил. Вот сколько гамаруса уже осталось. Ну, скажем, половину она уже профильтровала, съела. Специалисты говорят, что фламинго часто сбиваются с пути в непогоду. Для них непривычно летать в сильный ветер. Поэтому до сих пор в Горном находят новых фламинго. Птица, которая сейчас приедет из Шабалинского района, то есть небольшие повреждения. Но, скорее всего, это как раз от того, что ветер нес, и, может быть, она просто ударялась, а какие-то предметы там, когда приземлялась. Вот эти две птицы, они вообще в идеальном, скажем так, состоянии. Они достаточно упитаны, каких-то повреждений нет. Паразитов, на первый взгляд, тоже у них никаких нет. Так что они вот как бы, ну, в таком, прямо, в хорошей кондиции. Фламинго еще совсем птенцы. Видно по оперению. Сейчас оно по-сибирски серое. Чтобы розовый цвет проявился, птиц кормят богатыми каротином, свеклой и морковкой. По этикету, дикие фламинго едят стоя в водоеме. Точно будет ходить за нами. Вот как у нас ходят, вот они по территории, вот этот будет точно ходить. Сейчас вот если с ним позаниматься, недельку и все. Пообщаться, они дружить умеют. Фламинго-птенцы быстро привыкают к неволе. Адаптироваться к природным условиям уже вряд ли смогут. У нас в России фламинго вообще не гнездятся. И мест, где они находятся, постоянно нет. Поэтому выпускать в России мы навряд ли сможем. Я даже не про Алтайский край говорю, а вообще про Россию. Ближайшее место в Казахстане. Они будут зимовать здесь, и они уже никуда не улетят. Потому что однажды сбившись с пути, то есть это первогодки. То есть они родились, они теперь не знают, куда лететь. И поэтому, естественно, они останутся и будут жить в зоопарке. И станут соседями журавлями, аистами и фламинго, который уже живет в зоопарке. Он давно порозовел. Специалисты говорят, что зимовать при температуре ниже нуля для фламинго нормально. Главное, чтобы кормили. Дарья Ерошина, Алексей Фризин. День с толком.